Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова я, Карбончик, и сегодня мы продолжаем играть в Принц Персий. Так, ну, как мы помним, мы отправились к храму, чтобы по Брику потом тпшнуться к близко лежащему месту до наших точек. Нам можно добраться вот сюда, вот сюда и вот сюда. Можно, конечно же, тпшнуться вот сюда и добраться вот так вот. Но я все же планирую добраться вот отсюда и потом пойти либо сюда, либо сюда. Так, ну, давайте переместимся сюда, как раз, к этому котелку. Котель, да? Котель, ха. Котель. Так, и давайте думать, в каком направлении нам в данный момент идти. Ну, ну, мы, так понимаю, все равно 0-100 чемпионов подниматься сюда. Вот. А дальше куда я... Так, давайте посмотрим. Блин, блин. Ну, ничего страшного, он нас вытащит. Сейчас мы немножко разыграемся. Тык, стой, прыгай. И подкинь чутка. Вот так, вот так. Вишня такая, что и бесполезная, как кажется, на первый взгляд. Я попробую еще обидеться на мои слова. Ты же знаешь, что я прав, женщина. Так, спускаемся, спускаемся, спускаемся. Так, давай-давай-давай, проспрыгиваем. Молодец. Так, куда нам нужно идти? Вот туда. Так, куда я смотрю? Нет, туда. Вон, вряд ли, но. Хотя, сейчас я так вот посмотрю. Так вот так вот. Если встать. Там, может, и туда. Ну, здесь посмотрим. Так, ой, блин, кажется, я немножко неправильно прыгнул. Там по стеночке бегать нельзя. Как что, здесь по этой стеночке можно? Да, по этой стеночке можно. Итак, сейчас немножко пробежимся и посмотрим, правильно мы направляемся. Пока что непонятно. Пока что, к сожалению, непонятно, правильно мы направляемся или нет. Вот, тут у нас на обратном пути. Ну, что ты, сука, на обратном пути у нас есть Эрика. Спасибо. Вот, и на обратном пути у нас есть возможность собирать эти долбанные семена света, блин. Но, а на пути, к которому сейчас мы движемся, нельзя. Да, движемся мы абсолютно правильно, это очень хорошо. О, собрал, круто. Так. Ой, нет, я был не совсем прав. Просто там нужно было прыгать постоянно. Ой, блин, Эрика, ну я сдох, короче, да? Ну, как сдох? Не совсем, что, блин, ты опять не на самый старт. Что ж ты такая тупая баба? Ну, тупая же женщина, на самом деле, а? Нет, сейчас немножко было не в том месте, немного. Ладно, забьем давайте на это семя света, потому что если мы будем с ним мудиться еще долго-долго-долго, то это займет еще кучу времени, да? Да, черт с ним, пошли, короче, Эрика. Уж одно семя света нам в жопу не вступит, правда? Ведь правда? Ну, что она молчит, что же она молчит, а? Так, так. Как на спину запрыгнуть, так это наврасывается. Ты вообще летать умеешь? Какого хрена ты вообще на моей спине ползаешь? Я какого хрена вообще мудимся там, откуда добираешься? Вообще дура, летать умеешь? Вроде как. Подкинули. Давай быстрее, 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 быстрее. Ну, шо ж ты какой чудной-то, а? Да блин, а? Вроде же кажется, что он закончил свою серию атаку, а не терпится в другую сторону управлять. А может не нужно, пускай он меня атакует хорошенько. Нужно бы чейнеровать, он переместится за мою спину. Вот сейчас как-то произойдет. Вот, я перемещаюсь и атакую его. Блин. Хрен бы там, а? Вот, вроде кажется, что... Нет, вот сейчас кажется, что он закончил свою серию, а он продолжает. Вот, и сейчас, например, в тот же самый момент. Кажется, что он закончил свою серию, а не хрена. Элика, давай, делай что-нибудь. Ты достал, а стоять просто так и смотреть на все это. Ты вообще магическая телка, и ни хрена тебе толков нету, блин. От простого мужика с маленьким мечом больше толку. Не такой уж он и маленький, конечно, и не такой уж он и простой, но все-таки, блин. Ты-то вообще волшебная баба, еще и летать умеет, а на моей спине вечно лазит. На хрена тебе нужен помощник. Как будто она не сможет так же оттолкнуться от земли и так же атаковать врагов. Ей нужно именно от меня толкаться, блин. Пользуйся мной. Хитрая баба все-таки. Ой, хитрая баба. Все-таки приходится нам этого противника победить. Ну, в связи с тем, что я жуткий нуб, ну и потому что так сложились обстоятельства. Ну, больше потому что я нуб, да? И еще потому что почему-то еще и на данный момент мне вообще не дают мне себя атаковать. Особенно мечом. Блин, сейчас я еще неправильно нажал. Да бог полностью тебя просто над... Ну, только не полностью. Только не полностью. Хотя бы половинку. Ну, я хотя бы половинку. Сука, ну все. Ты не зря вызлил. Так, сейчас он должен нас ковать. Мы должны перевернуться. Быстрее, быстро, 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 быстро. А-а-а! Под самый конец, а! Черт, а! Ну-ка, Элика, давай, делай что-нибудь. Так у хрена ты отскочил. Вот. Еще удар. И... Пошла серия, пошла. Да он под самый конец, прям. Под самый обрыв начинает атаковать. Что-то они какие-то, блин, сложные. Какие-то обычные, вроде, противнички. А что-то они прям перебарщиваются в сложности. Эр, эр, эр! Да... Да что аккуратно, он постоянно атакует. Мне даже контратаковать нет времени. Только с помощью тебя. Давай, 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 сейчас, 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 сейчас или никогда! Есть! В жопу все это. Что-то не сложнее, блин, становится. Или я, что ли, убить начал. Тут, похоже, и то, и другое одновременно. По чуть-чуть так. Яну бить стал, и противнички все-таки стали что-то посложнее. Элик, нужно просто сразу, сразу побежать моментально. Только ты попал к нему, он начинает, так сказать, в шоке, в таком недоумении сразу побеждать его. Потому что, если ты поросянешь, то он что-то начинает прям так мурзиться, атаковать прям что-то так, не на шутку. Мне это, значит, не нравится. Кажется, мы идем обратно, да? Ну, конечно, мы идем обратно. Элика, мы идем обратно. А все потому, что ты виновата. Она такая охренела, в чем я виновата? Потому что ты виновата, и все. Я так решил. Блин, какого хрена я вообще пошел обратно? А, ну, что сегодня у нас депрессивный какой-то ролик получается? Я все ною, ною, ною. Поднимайся. Так, теперь нам нужно вот сюда. Блин, на любом случае падай туда. Может, нам нужно вот сюда? Ну, конечно, нам нужно вот сюда. Ой, карбончик, карбончик. Что ж ты какой-то тугой-то, а? Это же обратный путь с другой стороны. Я сейчас молчу, потому что я просто поражаюсь физике этой игры, которая тут напрочь отсутствует. Ну, как, не под, прям напрочь. Вроде как не летает, и вроде как сил протяжения какая-то тут есть. Что-то, блин, давай. Вроде как, да? Елопал. Ну, теперь она у меня в самый низ. Ну, дура. Ну, не дура ли разве, а? Да вроде не дура. А что там какая-то? Ну, нафига ей за меня зацепаться, а? Она же может так же зацепиться. Да прыгай ты уже. Все, молодец. Нафига ты за меня зацепляешься? Ты можешь рядом просто попасть, прыгнуть и все. Как-то это все, блин, непонятно. Бабы заколебали нами по лесу отца. Так, теперь мы в правильное направление идем? Непонятно. Вроде мы, вроде, продвинулись так, нехило. А на карте показано, как будто мы и шага-то не сделали. В этом весь принц Персии 2008 года. Он вроде как ты много сдвинулся, вроде как по той стени лес, по той стени лес. Но если так его померить в шагах, в метрах, сколько ты сдвинулся с одной точки на другую, с точки А, с точки Б, а то это ни хера не продвинулся. Так, ну теперь мы пойдем... Ё-моё. Слушай, нам же нужно как-то попасть дальше, правильно? Тут, наверное, просто можно так сделать. Ну вот и все, мы проскочили. А я-то думал то, что это место заблокировано, так как оно не открыто, и сюда попасть нельзя в итоге. Но это был бы полный бред, потому что туда собирай все эти долбаные семена света. Ну уж, а все-то мне собирать явно не хочется. Это уже слишком! Слишком! И так слишком много проводишь времени на одной и той же локации. А уж когда ты до такой степени проводишь на одной и той же локации, столько времени. Но это, ребята, ни в какие ворота не влазит. Так. Кстати, может, наверное, вы уже обратили внимание, что здесь уже немножко посложнее перемещаться. Ну, возможно, вам так не кажется, потому что перемещаясь-то я, вы просто смотрите, как он болтает и нубит, да? Но я вам лично скажу свое мнение, то, что немного перемещаться стало сложно, так как мы уже перемещаемся... Блин, ну ладно. Сначала вот его говнюка попадут, победить, а потом на карту пьялиться. Эр! 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 Вот! Красавчик! Вот и все, победили. Я говорю, нужно просто сразу, сразу, пока они еще в шоке. Пока они только появились. Это вам уже не здесь перемещаться, то есть на этом перемещали здесь, а вот здесь уже сложнее. И самое главное, что вот отсюда до отсюда будет тоже очень нехилый такой обрывок. И там очень так нехило, ну и здесь, соответственно, тоже так перемещаться будет тоже очень непросто. Там нужно будет подумать, там куда прыгать, а как прыгать, ну и тому подобное. Вот, понимаете, к чему я клоню. Блин. Эти пятна еще, блин, которые елозят по стене, они тоже придают своеобразную сложность. То есть до этого их не было, теперь они есть. Но это все-таки усложняет нашу задачу. Ненамного, но все же уже не так просто. Прыгай, прыгай, прыгай. И подкинь меня. Молодец. Слушай, с первого раза собраться ли ты глянче, а? Обычно на такое с первого раза не собратишь. Молодец, слушай, девка, а? За это ты можешь подполазить на моей спине еще равно пару раз, максимум. А потом изнах. так. Ну так, первый раз пошел, вообще будет второй и пошла нафиг. И мой долг уплачет. Че ты убьешь-то? Ну, они были достаточно глупы, чтобы продать свои души, но не настолько, чтобы не знать наших планов. А вот и плита. Да понятно, что это плита, блин. Да, может, что нажимать я забыл. То ли на R, то ли на E. Буду нажимать сразу на R, на E одновременно. Так проще. Просто я забыл, на что нажимать. На E, наверное? Да, на E вроде, но слава богу. Противник появится? Да, практически само собой появится. Так, что у вас тут за противник? Что-то новенькое? Нет, он уже был. Вот это как раз вот мудак, который от нас смылся. Но не тот самый, который был в прошлом видео. А у нас теперь есть два мудака, которые от нас смываются. Тут уже смылся два, а ждать смылся пока столько один раз. И, между прочим, я вам скажу так. Из всех промежуточных противников, то есть у нас есть про... Так, куда он делался? О, ни хрена себе. Похитрый. Его просто... Вот еще минус того, что их... Их, этих вот противников, не победишь, так, как у стенки не обязательно... Тут у меня, понятное дело, элик спасает. Вот из этих более-менее... Ладно, скажем, потом, когда я победил, тут опять нужно пиалиться на карту, чтобы объяснять. Поэтому просто... Просто битва. Просто битва нуба-карбонщика, который сейчас опять будет долго тупить. Это еще что такое было? What the fuck? Я еще на какую-то кнопку, блин, нажал, и чувствуется неправильно. Притом я не смотрел на что нажимать, просто нажал, что от балды, как всегда, как у меня это обычно получается. Подкинуть его можно? Круто. Вот это вот круто. Мне вообще нравится, когда можно подкинуть кого-то. Ну, в основном, опять-таки ТПшница, пидор эдакий. Сразу видно то, что этот противник был создан из какого-то такого выпендрежного человека, то есть, который я особо не любил... Во-первых, это видно, что это какой-то маг был. Скоро по всему, это был маг, а теперь это еще и маг страшилка. Не знаю, как его по-другому назвать. Еще вот, судя по тому, как он держит свои руки перед собой вот так вот. Ну, вы видите, как он держит руки. В общем-то, описание здесь не требуется, да? А, ясно, чем нужно пользоваться. Силы элики. Элика, в общем-то, тут должна работать. Работа, элика! отрабатывать все хлеб. отрабатывать все хлеба. маленькие, маленькие, но не стрелы отрабатывать. Удары на самом деле... Блин, опять он элику взял в плен. Еще и меня плюнул. А что ты так не сделал сразу, скажи мне, друг мой дорогой? Прими в себе пустоту. Не сражайся, прими в себе пустоту. В клуб. Блин, вот это вот уже какое-то интересное развитие событий. Уже какое-то такое нехилое отношение... У нас теперь изменился экран немножко, бегаем мы, конечно, по другому принципу. Теперь мы темный принц Перси, да? Юбисофт очень любит делать из одного персонажа темную сторону и светлую сторону. Также это было отображено в Принц Перси 2 Трона. Вот. Также, конечно, отображено здесь то, что наш герой меняется, по ходу игры становится более темным. Вот. Принимая темную сторону, прими темную сторону, сын мой. Я твой отец, Люк. Ладно, я сейчас эту херню несу, да? Но те, кто, в общем-то... Я же не знаю, как это сказать. Если сказать, что те, кто смотрел... А, ну, нужно было подниматься здесь, да? Те, кто смотрел Звездные войны, поймет, да? Ну, может, даже и они не поймут, да? Но они в любом случае это... Я вам сказал, что теперь Звездных войн, да? Ладно. Объяснять шуткой это глупо. А мы проскочили? Это как? По-моему, у нас там прижал нехило. Ну, ладно. Неважно. Блин, еще эти темные херни лазят тут. Ну, я такой же, как они, темный, так что мне ничего не страшно, да? Так, 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 так. И вот, здорово, блин. Сейчас, думаю, шлепнусь, кстати. Я обычно дальние такие препятствия плохо преодолеваю, не успеваю что-то нажать, сконцентрироваться. Вот так. Не знаю, проскочим ли мы здесь. Проскочили. Похоже, тот рычаг активировал не только перемещение, но еще и отвечал за это движение из этого колеса. Так. Ну, вот это уже хоть какое-то развитие событий, какой-то какой-то сюжет сразу отображается. Не просто какие-то побегушки с тупой собирания лучиков, лазня по стенкам, как это кажется многим, а еще и есть своеобразный сюжет. А это все-таки уже гораздо более интересно, типа, ну, с героем у него большие проблемы, он там перевоплощается, а перевоплощение всегда круто, всегда кофиген, особенно, когда это что-то в темную сторону. Когда что-то светло-герой по своей или не по своей воле становится, блин, сейчас кажется, вляпаюсь, нет, не вляпаюсь. По своей или не по своей воле становится темным, вот. Ну, есть он не станет темным, сразу он, сделал спойлер, вроде, как она ему поможет, да, но в дальнейшем у нас еще могут быть такие некие перевоплощение героя. Наверное, это Ubisoft все-таки не ограничится. Что-нибудь будет еще интересненькое, я так полагаю. Я уже просто и не помню. Это даже, наверное, плюс. Можем остаться тут. Ты такой прекрасный. Да, давай здесь посидим немножко. Давайте посмотрим на вид. Да, все. Мы, короче, никуда не торопимся. Мне хреново, я становлюсь темным. Но это не важно. Давай посмотрим на вид. Там колесико крутится. Там башенка. Красивая башенка. Кто куда вылупился? Эй, да я попал. Почему Ахриман бесится? Отсидеть тысячу лет. Он сам не мог. Армад и Ахриман были братья. Они поддерживали равновесие. Но Ахриман решил забрать все себе. Цена была ужасна. Но в итоге Армад кахуре заперли его к нему. Не, 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 ахриман. Мы думали, что мы будем. Мы думали. Мы вообще думать противопоказанно, блин. Тут, похоже, думаю только я. Она только выполняет какие действия и пользуется, блин, моей добротой. Зачем только он, в принципе, вообще в это все ввязался? Ну, неужели за девки? Ну, уж так рисковать ради бабы. Даже ни жены, ни мамы, ни сестры. Эй, чувак, ты, блин. И тем более знаком с ней, я не знаю, блин, 10 минут. И уже ввязался 10 минут с момента того, как он ввязался в эти приключения. Сейчас уже, конечно, с ней знаком гораздо больше. Но если посчитать, когда он ввязался в ее проблемы, то он с ней знаком был, блин, меньше 10 минут. И нахрена ему все это надо? Да? Зачем все это делать? Ну, блин, чудной. Ну, игра же должна на чем-то строиться. Да, если бы он не стал этой херной заниматься, нам бы было бы у него не в чего поиграть, да? Но я думаю, что развитие сюжета, почему он ей помогает, можно развить немножко было поинтереснее, чем просто случайное знакомство. Вот. Хотя, может, в этом есть какая-то интересная эта фишка, так как эти два персонажа друг друга не знают, помогают друг другу и пытаются познать друг друга, то есть, получше, например. Нам надо идти. Да, похоже, сейчас она болтать не хочет. Давай, потрепаемся. Ты что, офигела? Можно остановиться? Тут ты ничего мне не отвечаешь. Более только внешний эффект, чтобы производить впечатление. Более только внешний эффект, чтобы производить впечатление. Все-таки она ему нравится. Не знаю, как он ей, но она ему точно нравится. Так, отлично, отлично, отлично. Спускаемся осторожненько. И куда же мы попадаем? А, вот тут брусочек, да? Брусочек немножко наклоненный, даже стрёмно на нём стоять. Самый прикол, что за всё время игры негде брусочек не ломается. Хотя, по виду, по виду, когда они оба встают одновременно над брусочком, он просто должен хрустнуть незамедлительно. Это же деревяшка обычная. Но нет, он держит всё-таки. Всё-таки это же всего лишь игра. Что мы от неё хотим. И при том, это трава, да? Ну уж не так же она и прилеплена к этому дереву, чтобы прям вот так по ней можно было лазить. Согласны со мной? Я думаю, что вы полностью согласны. Трава не может быть так крепко приклеена к дереву. И это же простой кустарник. Он бы, скорее всего, просто отрывался бы и всё. И он бы шлёпнулся. Но нет, 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 нет. Нет, нет, нет. У нас всё реалистично. Хер ли ты хочешь? Значит, сарказм, конечно. На самом деле, это всё как-то мало по пахе реалистичности. Но это всё больше игра. И тем более, это даже больше... Блин. Сейчас я был на ярд нажать вовремя. И тем более, это даже больше сказка, чем игра. Вот. Такая немножко сказочная игрушка. И поэтому, опять, мои придирки здесь немножко неуместны. Такс, такс, такс. Куда-то мы ползём. Ну, вообще-то мы ползём туда же, откуда мы и свалились. Блин, я же нажал на R. Ну какого хрена я опять шлёпнулся? Что же, то ли не вовремя нажал, что ли. Хотя тут, знаете, мы вообще-то особо такого прям... В тюдельку-втюдельку на R нажимать не так важно. Вроде как можно там до нажать. Или там, если ты зацепился, то там сразу нажал. Вроде как он не шлёпнется. Вот. Не знаю, что-то как-то в этот раз, может, я не нажал. Может, у меня галлюцинации. Ну, это уже галлюцинации, так сказать, соседаемые. Так как я всё-таки нажал на кнопку-то. Вот. Значит, у меня пальцы... У пальца появился глюк того, что я нажал, а я не нажал. Или нажал на другую кнопку. Может, на E промахнулся. Такое бывает. На R. Всё, нажми-нажми. Вот, молодец. Вот, это большой промежуток между двумя местами. Откуда она может нас, так сказать, поднять. Ну, откуда нас может восстановить. То есть, платформа, на которую нас может... При падении может закинуть. Как-то слишком большое расстояние всё-таки. Вот сейчас здесь я шлёпнусь. Блин, это такое опять расстояние пробегать тоже не хочется. Ну, вот у нас, типа, как бы сохранение платформы. Посмотрим, как сработает исцеление. Оно же сработает. Посмотрим, как сработает исцеление. Оно же сработает. Надеюсь, тут придётся сражаться за эту местность. Хотя, возможно, сейчас какой-нибудь чувак приперётся. Но вроде такого быть не должно. Так, ну что? Хрис, он себе вылечивается? Нет? Пока что нет. Пока что он создаётся таким же, какой и был. Из него всё ещё выходят какие-то шлаки. Вокруг его тела крутятся какие-то шлаки. А, вот, теперь она, кажется, его вылечила. Ну, зашибись. Чувак! Принц, как там тебе ещё? Беги, пока не поздно! Беги домой, беги куда хочешь. Спрячься, откопай канавы, там, не знаю. Прячься, беги от этой бабы! Облегчение в её голосе? Да ты, блин, наоборот, ты должен быть рад, что ты не сдох вообще! Рад слышать облегчение в его голосе. Ну ты, ну ты, чё ж, ни капли не рад, что ты не сдох нахрен из этой бабы! Главное, что она рада, всё остальное не важно. Странный ты, чувачок. Ох, ебок, странный. Так, ну давайте собирать лучики. Семена, так сказать. Не лучики, а семена. Если я назову неправильно, то всё, то... То меня кто-нибудь покарает за это. Но я думаю, что именно на этой точке мы сможем собрать, как раз, необходимое количество для открытия следующей ячейки у нашего храма. Чтобы собирать не только огненные, то есть вот красные точки, но ещё какую-нибудь, которую мы сейчас откроем. Блин, чё, опять... О, нет. Если мы успеем за определённое количество времени добирать до этого определённого противника, то мы не будем его мочить. Ну, как уже писалось, то есть если успеть до респавна, то... Проще говоря, по нашим, по задротским меркам, да, по задротским объяснениям, если, короче, успеть до респавна, короче, чувака, то можно просто побежать так махнуть мечом и сражаться не придётся. Проще говоря, противник был ещё не воссоздан. Не создали ещё его. Это если по рамкам игры. А по задротским меркам просто, короче, не распонёсся он за определённое количество времени. Так. Так. И сразу две. И... Та-да-да-дам! Та-дам! Мы можем собрать уже ещё две штуки. Ура! Ура-ура-ура! Так. Вот теперь у меня размышления. Либо пойти сразу вот сюда. Вот, вот на эту точку. Либо тпшниться к храму и открыть ещё одну. Просто... Зачем нам идёт к храму, когда мы можем сразу прибежать сюда? Уж потом мы открылись. К нам вроде как не к спеху, да? Ну, хотя ладно, тпшниться к храму. Уж потом тпшниться... Опять вот сюда, а отсюда берём отсюда отсюда. Ничего, не особо много времени потеряем, я так считаю. Так-так-так-так-так, куда оно теперь? Кинь мне, пожалуйста. Пульника, киданника слегка. Кстати, этот вот рычажок, что этот элемент управлял вот этой вот передвижной... Штуковиной, если мы можем так... Вот это, ну... Платформой. Мы надумали, что сейчас за финт он сделал. Это он так показывает, типа, дальше ползти нельзя. Извини. Дальше тупик. Так, быстрее, быстрее туда, пока там не респанулись. Мы его просто... Блин, нет, хрена, там уже респанулись. Присажаться. Стоп! Пускай бьёт меня, пускай бьёт. Нет, пускай бьёт, пускай бьёт. Не вставай, пускай бьёт. Ну давай бей! А то я ударю ведь. Я просто хотел, чтобы он меня ударил. Я нажал на кнопку, он встал около обрыва, и я его ударил. Но нам таким хитрыми методами не пришлось пользоваться. Так, теперь идём обратно, соберём ещё вон там и пойдём отсюда. К храму. Вроде не так уж и много времени стало занимать. Это... Если вы, наверное, заметите то, что эти штучки тоже вылазят при помощи... У того рычажка. Не так уж и много стало занимать времени на сбор семян. Я думал, что это гораздо больше занимает времени. Да ну нет, не так уж и много, кстати. Вроде так быстренько собираются. Локации вроде стали поменьше чутко. И... Блин, опять не нажал на её. Ну ладно, тут мы ещё с платформы недалеко убежали. Нас близко к ТП-шне, да. Вот. И его не так уж и много он занимает времени. Быстренько собираешься и уходишь. Их тут не так уж и много. Хотя то, что на одной локации так уж и много, говорит о том, что нам придётся на ещё одну локацию, на ней собирать. Чем меньше мы соберём на этой локации, тем больше нам придётся собирать на другой локации. Так что тут разницы особо нечего. Так. Молодец. И... Вот так. Но тут она нас просто перемещает на... Эту точку. Кстати, самое интересное, что мы сейчас не сможем собрать вот здесь вот. Так как у нас нету синей платформы. Мы не можем... У нас синяя платформа ещё не открыта. Она, следовательно, запускать нас не может. И поэтому... Мы не сможем собрать пока что, вон, те лучики. Только вот это вот собрать и всё. И хорош, да? Так. Так, бейк, бейк, спустимся. А, ещё можно подняться, да. Но это, наверное, плодов... Хотя там что-то сверху было. Слушай, давай поднимемся повыше. Там что-то сверху было интересное. О, вон там уже видно лучи. Класс. Класс. Давайте пособираем. Пока есть такая возможность. Есть там ещё? Нету ничего. Меня надули. А нафига тут эти кольца? Есть такой вопрос у меня. Есть интересный. Ну-ка, дай-ка, что там такое дальше? Что такое там? А, это всего лишь эти... Слышь, механизм. Мой, я не понимаю, нафига тут два кольца там находятся? Они в любом должны куда-то везти. А тут, получается, никуда не ведут. Как-то тупо. Давай, кинь меня, молодец. Так, дальше мы пройдём вот здесь. А, здесь мы уже ходили, кстати, зря здесь сейчас прусь. Здесь мы уже перемещались не раз. Ну как, не раз. Второй раз мы здесь идём. В этот раз за сбором лучей. Вот, ну чем больше мы соберём их здесь, тем нам меньше придётся собирать в другом месте. Так что, ничего страшного. Давай, двигай, ну двигай. Ну что ж ты какая. Вот так пойдёт. Молодец. Так, теперь вот сюда, вот сюда. Угу. Пробегаешь. Р-ку зажимаешь. Ещё раз Р-ку и поднимаешь. Отлично, отлично. Молодец. Так. Ну вот тут всё по стандартной схеме. Мы всё помним. Здесь мы уже были. Оп. Блин, 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 ты что делаешь? Ишак. Шо ж ты не творил-то, а? Блин, а нам как попасть туда? На эти платформочки. Я говорю, вон отец, как на них попасть Слушай, ты не знаешь, как на них попасть? Она расположена Немножко не так, мы не сможем туда попасть Даже если захотим Мы можем направиться либо прямо Либо ровно вбок Но никак не можем направиться наискосок К сожалению, так что Те, похоже, собираются немножко по другому принципу Так что I'm sorry, туда мы добраться не сможем Пока что, возможно, мы сможем добраться До того места, в другом месте Так, беги-беги-беги-беги Зажал, отлично, и прыжок Ай, так, молодец Так, нажимаем пробел Вся беда того, что мы падаем, это Не вовремя нажатый пробел и не вовремя нажатая кнопка R Все остальные у нас проблемы Так, побочные Ага Так, о, здесь что-то тоже можно собрать Так, так И обратно Оть, молодец Молодец Скушай сахарочек На-ка тебе, сахарочек Так Еще можно туда куда-то добраться И пособирать чутка Тут уже, так понимаю, финиш, да? Дальше этих лучей не будет Ну или будут, но В недосягаемости Это уже не важно Так, а вот как по тем платформочкам Можно было прыгать? Они где у нас? Они вон Нет, вон они Их по ним можно было перемещаться На них вообще можно было попасть Интересно Ну ладно Там их всего две Не будем за двух заморачиваться Лишний раз Так, у нас тут есть что-нибудь? Не вижу, правда Но может там дальше что-нибудь будет Поэтому давайте дойдем Херст Раз уж идем, то идем Возвращаться на обратно Сейчас еще более невыгодно Чем Идти вперед В любом случае Идти вперед Будет сейчас даже быстрее До Точки возврата Хотя С другой стороны Значит, мы сейчас идти обратно Мы можем просто Будем добраться до храма И все Ппшнется Это уже радует А, перемещай меня Молодец Так Ну давай спускаемся Верху все равно Все, не поднимемся Там тупик Так Офигенная перчатка Блин, я это уже говорил По-любому говорил Но если кто-то ее потом не знает То я вам скажу, что Я просто тащусь от его перчатки Она классная Блин, она классно выглядит У нее классная функция И вообще просто Охеренная перчатка И если не по зубам Даже тоже мало не покажется Просто офигенный такой Такой девайсик Классный, короче В общем Мне его перчатка Просто нравится Офигенная штука Так Дальше, так понимаю Все, да Мы Собрали то, что могли Досталось-то Их не так уж и много Но сколько-то Ну, не вот прям До хрена Так что На остальные положим Небольшой болтик И ТПшимся к храму Да, ТПшимся к храму Перемещаемся Так Так, где у нас платформа Ага, давайте откроем синюю А, ну да Между открытием Каждой платформы Будут определен Небольшие квесты Ну, как квесты Бои там Или что-что То есть Какое-то Эммм Какое-то Развитие событий Вот так вот скажем Какой-то сюжет Скажем так Ее Скажем так Ее батька Немножко перевоплощается Ну и Соответственно С перевоплощением Он становится Более сильным Во-первых Более таким Шустреньким Более сильным Этого тема Дает ему силу Ну и более Агрессивным Соответственно Если бы он не был Таким агрессивным Какие финты Ни хрена себе Батька Блин у тебя Молодой хрен Ну какие финты Вот тут Ну что-то мне захреначил Да и Так сам принц Не умеет Ух ни хрена Вот это вот да Я не помню Как это называется Сальто То ли арабское То ли еще как Ну я скажу Что ты батя Просто Могуч Что-то Почему-то Самое интересное Ее У нас здесь нет Такой функции Она не хочет Нам помогать В борьбе Против ее бате И получается У нас Так Хрена себе И получается У нас короче Такая херня Типа Ой Не сильно Покалечь моего батю Вот Поосторожнее Я тебе помогать не буду А ты бейся Бейся То есть Сражаться Сражайся Но не покалечь его И я тебе помогать не буду Сам Пиздил Короче Вот так вот Вот так она Все разложила Хитрая баба Как вы видите У нашего Батьки Появились какие-то Сверхспособности Оганевочка Это же не просто так Это же не просто Он так воняет Или из него песок сыпьте Нет Это что-то тоже Сверхсильно Сверхспособность Главное Что это не засраться Потому что Если мы засремся То у него ХП восстановится И мы будем Очень сильно расстроены Особенно я Вам то что вы У-у-у-у-у-у-у Гаха-ха-ха-ха-ха Лог Карбончик Беси снова А мне вот не прикольно Самое интересное Тут уже нет такого Понятия нажимания на кнопку Он просто нас Очень нехило Так бьет по башке И откидывает Короче Но она так не переживает Типа Ой, дальше по башке, ну чё, переживёшь Хрена себе Она помогает нам В конце, блин Я всю битву херочился без тебя, тут ты мне помогла Пока что Не бей его Ладно, не буду, он тебе ещё раз Парочку раз попиздит, принц Не переживай, у тебя всё ещё впереди А всё почему? Потому что она не дала тебе его добить Но, по крайней мере, батя её ещё В состоянии соображать Тима не так сильно поглотила его И он ещё пока может, может Противостоять тому, что хотя бы не атаковать Свою дочь Ну и всё ещё впереди Так что между Этими взятиями точек Между, так сказать Открытием всяких-то этих Плит у нас, короче, будут ещё всякие Развития событий интересных Ладно, откроем, короче, давайте синюю Что-то мы прям всё Так, у нас ещё нажимать над Е, наверное Да, да, опять Тык-тык-тык Е Ты хоть Эра здесь не будешь, что ли, или тоже орёшь Ну давай, я жму Е До хрена разжму Очень до хрена Вот, всё, принеслась, короче А, да, здесь у нас ещё небольшой квест Я же совсем забыл То, что здесь придётся немножко прыгать по плитам Кстати, каждая плита будет обладать своим свойством И летать мы будем абсолютно по-разному перемещаться по ним Вы можете заметить То, что по красной плите мы летали Как будто мы отталкивались от большой пружины А здесь мы летаем немножко по-другому Здесь у нас какое-то другое преображение Как будто здесь какая-то паутина появляется Как будто она нас сейчас несёт по какой-то паутине Ну, короче, как Человек-паук И так же у остальных плит То есть у каждой, каждая плита В общем-то у них, конечно, у каждой плиты своя функция Сейчас, знаете, для чего сделаны эти миссии? Для пробы, так сказать, для пробы Чтобы мы поняли, какими функциями обладает наша плита Так вот, у каждой плита, ну, основная функция не перемещение Но анимка перемещения, вот, она будет каждый раз разная Опять это видео, блин Мне кажется, уже показывается раз третий или четвёртый Или каждый раз к этому видео будет что-то добавляться Понемножку Кстати, про тех противничков Эти противнички ещё Вот тот говнюк, с которым мы сражались Вот сейчас в этом вот видео Со сложными руками Такой маг, короче, выпендрёжный Так вот, этот маг у меня раздражает больше всех Из вот этих вот четырёх промежуточных противников Как вы понимаете, здесь будут противники посерьёзнее Я уж точно не помню, к сожалению То ли эти противнички, которые здесь усовершенствуются И будут более мощными, злыми здесь То ли там будут абсолютно новые, типа, их слуги, да Я точно не помню, вот не буду врать, не буду там зарекаться Просто скажу то, что из всех этих вот противников Вот этот, с которым сейчас мы сражались Вот этот вот мудился, сложный руками Мне почему-то раздражает больше всех Вот так вот Так, ну ладно На этом, короче, этот видео заканчивается Если вам понравилось, то ставьте лайки Не забывайте подписываться на канал, если не подписаны Всем до новых встреч Следующих встреч, встречимся Ой, у меня чё-то уже язык заворачивается Уже устал, короче, болтать